И всем привет, ребят, с вами Сарванки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат аккаунту. На предыдущем видеоролике, когда мы открывали вместе с вами ультраконтейнеры, мы набрали более 200 лайков, а я сказал, что если у нас более 200 лайкозавров наберется, то мы вместе с вами откроем два скин-контейнера, и этот момент настал. Сегодня мы вместе с вами сначала быстренько попробуем выполнить все ежедневные заданочки, которые у нас есть на аккаунт, чтобы у нас видеоролик получился не на одну секунду, а на чуточку подольше, и потом уже откроем два скин-контейнера. Если честно, то на этом аккаунте у меня нету какого-то принципиального скина, который я бы очень сильно хотел бы видеть, плюс там скинов, которых может выпасть супер-супер много, поэтому что будет, то будет. То есть мы вместе с вами посмотрим, узнаем, если что-нибудь годное дропнется из того, что у меня есть уже в гараже, будет круто. Не дропнется, ну, значит не судьба, значит не повезло. И также в рамках этого видоса мы запускаем новый, новый челлендж для вас, новую цель. И если на этом видосе у нас набирается двухсоточка, так же самое лайкозавра, то мы вместе с вами делаем открытие всех ультра-контейнеров, которые у меня есть на бездонат-аккаунте. Здесь у меня, если я не ошибаюсь, их 18 штук. Плюс сверху открываем ультра-контейнеры, которые у меня есть на моем основном аккаунте. На моем основном аккаунте у меня есть более 50 штук. То есть это будет наша вторая попыточка выбить скорпиона. Поэтому давайте постараемся. Бэмсанем красивую двухсоточку и попробуем как раз-таки выбить этот скорпиончик. Быть может, мне подфартит когда-то, потому что я еще ни разу в рамках суперранних доступов ни разу не получал никакого предмета. То есть когда у нас выходил, что у нас там выходило, я уже забыл, если честно, Тесла. То есть до Теслы еще что-то у нас было там в раннем доступе. Все, что выходило, в нем я ни разу не доставал из контейнеров. Поэтому, быть может, шанс этот у меня в этот раз будет. Поэтому давайте двухсоточку бэмсить. Так, ну и мы запикались на кенчик. Мне надо получить 3000 кристаллов в этом бою. Против есть твинс контентовый, который мне постоянно уже мешает занимать правильную позицию. Потому что это вообще карта суперудобная для дикострайкера с дистанционкой. Но, к сожалению, пока что у меня хорошего ничего здесь не получается. Так, там противник. А, уже его следим. То есть я пытаюсь стреляю, стреляю, там уже никого нет. Будем пытаться занимать вот эту вот замечательную позицию. Ну и отсюда уже пробовать накидывать урончик. Главное, чтобы на меня особо сильно этот твинс не ехал. Сейчас я его опять загрел на себя. Зря, конечно, я это делал. Но, ладно. Давайте пробовать все равно здесь жить. Пробовать наносить урон. Я звук специально выключил. Потому что у меня там все настройки опять сбились. И лучше я уже один боёчек сыграю без звука. Я буду играть с этим звуком, который будет опять супер много раз меняться. И ничего хорошего у меня из этого не получится. Так. Но 3000 кристаллов в рамках такого боя, если честно, это много. И надо очень неплохо постараться, чтобы эти 3000 кристаллов здесь заработать. Овердрайв мы раздаём. Хорошую тысячечку первую даём. Вторую добавляем. Третью добиваем. Четвёртую не критовая тоже залетает. Ну и пробуем просто контролить подъёмчик. Офигеть. Ну как так хантер достает, а? Ну это же просто ужас. Ну как он сейчас до меня здесь достал. Так, надо быстренько их уничтожать и позицию дальше контролировать. Победочка нам, конечно же, тоже нужна, дабы получить больше кристаллов за бой. Так, миночку ещё одну добавляем, потому что паладин, я уверен, будет сейчас меня пушить. Одну миночку схавал. Так, ну и доработаем. Да, хорошо. Мамонт контентовый тоже наверх поднимается. Хорошо, его тоже сливаем. Так, есть у нас хантер на пике. И есть ещё снизу опять мой самый любимый твинс. Блин, когда же этот твинс перестанет ехать наверх? Интересно мне знать. Может быть сейчас он больше не поедет наверх? Ну нет, теслочка приехала. Ну теслу легко разобрать. До того паладинчика, конечно. Супер сложно здесь сливать. И он... А, он пушит центр. Хорошо, пусть пушит центр. Здесь сейчас он на меня обратно подниматься не будет. Попробуем сейчас здесь урончик накидать от стеночки вниз. Очень удобная карта для страйкера с дистанционкой. На Кёльне можно очень много всяких разных вещей придумать на этом вооружении. И это будет супер-супер эффективно работать. Кстати, ну единственное, что мне вот в этой катке мешает этот твинс. Да, то есть он мне прям конкретно не хочет давать спокойно жить. Так, ну благо у меня тут пару-тройку мин уже было. А, он кстати устройство поменял. Что он взял за устройство? А, он взял тяжёлого твинса вместо турбоускорителей. Нифига себе. Мне кажется, что турбоускорители здесь подходили получше. И с турбоускорителями здесь можно было бы нанести побольше урончика и побольше помешать. Так, сорян. Случайно братанчиков чуть-чуть прессанул. Так, ну и наши ребята там должны по идее разбираться. Сколько, интересно, мне очков здесь надо набрать, чтобы получить 3000 кристаллов за эту катку. Наверное, супер много. И я, наверное, не успею столько сделать. Но две другие заданки, я думаю, что у нас в рамках этого боя должно получаться выполнить. Так, попробуем, давайте поехать через низ. Пока там этот паладин у твинса есть. Он мне просто, ну никак не дашь жить спокойно. У него, во-первых, рез есть. Во-вторых, у него защитник. И его уничтожить довольно-таки тяжело. Поэтому в моём случае, мне кажется, лучше просто запушить спаун без этого твинса. И попробовать как раз-таки накидать как можно больше урончика. В рамках, конечно, ТДМки. Опять он на мне оказался. Ну, блин, ну что за бред? Ну, как такое может быть, что этот твинс всегда рядом со мной? Это мне подсказывает, что неспроста он так на меня на упорчик газует. Ну, ладно. Может быть, конечно, и совпадение. Но я редко верю в такие совпадения. Так, 60 килов у нас до конца катки. И стараемся дальше пробовать уничтожать противничка твинс. У нас уже под стеночку прячется. Скорее всего, у него маленькое количество здоровья, раз он так прячется. Проверяем, сколько у него хп. Блин, уничтожили. Понял, принял. Обработал. Так, сейчас он опять приедет. Со своим замечательным твинсом. Будем не мешать. Так, давайте пробовать здесь по баспику урончик вкидывать. Опа, пока ДАшечки нету. Ладно, не получилось доработать. Так, уже отвлекается на низ. Ну и можно попробовать. Побоимся. Можно, можно. В такой ситуации точно можно. Нифига себе, Хантер свои оверки прожимает. Надеется выиграть катку, в которой он проигрывает уже в 50 килов. Вот, интересное решение. Такое, знаете, нестандартное. Нестандартное. На дистанционке, конечно, я в последнее время стал очень много мазать. Известим, что много на ней не играю. Это устройство, конечно, требует поддержания, можно так сказать, скилла. Постоянно на нем нужна определенная практика, чтобы не забывать, сколько примерно надо под противника на ракеточку, разрядочку давать. Но, ладно. Это такое, знаете, дело не супер важное. Все-таки у нас сейчас устройств в никаких турнирах нету. Я уже могу себе позволить и понубить с дистанционкой. Могу уже и ерундой позаниматься и не так уж быть полезным. Но хотелось бы, конечно, заданочку выполнить. Пока что у нас до заданочки чуть-чуть не хватает. До заданочки я чуть-чуть не успеваю. Офигеть, девушка так падала, дроповая. Я из-за нее даже не заметил. Когда мне разряжать страйкер. Так, появляется овердрайв. И также есть овер у хантера вражеского. Его мы забираем. Викинг бы сейчас ко мне как-нибудь бы мсанулся. Ой бы, я бы ему вкусный овердрайв раздал. Ну, ладно. Можно и этому викингу раздать вкусный овердрайв. Так, попробуем. Ой-ой-ой, два промазал. Хорошо. Один попал. Второй попал. И третий попал. Супер. Забрали. Ну, конечно, с критом забрать только одного типа это маловато. Ну, тоже неплохо. Тоже пойдет. Так, Твинс на дистанцию стал. Он как будто по ощущениям просто сдался. Ну, мне по нему супер выгодно. Не бить, наверное, много. Ну, хотя можно побемсить. Если он прям так открыто стоит, то можно что-то и вкинуть по нему. Он спецом стоит до ФК, наверное. Я так думаю. А не отошел. Так, ну и у нас осталось 13 килов, 600 очков. Дадут мне 3000, интересно, в этом бою или не дадут? Вопрос хороший. Пробуем накидочку оформлять дальше. Еще один овердрайф накопить я, наверное, уже не успею. Но все равно покидать урончика еще можно. Еще можно добавить так по ВАСПику. Ваншотик. Не дозалетает. Ну, 1800 тоже неплохо. Тоже вкусно. Здесь бывает моментами прям очень хороший. Прострел открывается. Да, все, паладин там АФК за стеночкой встал. Не понял. Так, 2 килла. Пора уже нам в TDM тоже делать не 150 килов, а, наверное, каких 200. О, 3000 забираю. Есть контактик. Ну, блин, ну это контактик на удачу. Это прям контактик на удачу. Все заданочки выполняем. У нас, кстати, скоро еще тоже будет открытие здесь обычных контейнеров. Потому что у меня уже больше 100 их накопилось. А мы как раз-таки по соточке контейнеры эти и открываем. Но сегодня у нас открытие только скин контейнеров. Поэтому поехали. Надеемся на что. Ну, давайте страйкер. Давайте я просто дам надежду страйкеру. Ну и чему я еще могу дать надежду? Ну, если бы какой-нибудь мне ховер там XT-шный упал, либо Tesla XT. Это было бы суперкрасиво. И это было бы для меня, наверное, мотивацией прокачать пушку эту или корпус. Поэтому если вдруг дропнет, сделаем акцентик на это. Не дропнет, ну, тогда нечего тут говорить. Ну, тут много всякого дропа, поэтому надеяться, наверное, не стоит. Но смотрим, смотрим. Первый пошел. И... Воспик Легаси. Ну, не самый плохой вариант, я бы сказал. Не самый плохой вариант. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже. И второй. И... Мамонт Ультра. Ну, вот Мамонт Ультра как раз-таки это полная шляпа. Которая, по моему мнению, является супер неактуальной и неинтересной. На основе, если я не ошибаюсь, мне тоже Мамонт Ультра падал. Но там, благо, скинов, конечно, не так много осталось. И я надеюсь, что, наверное, скоро... Ну, хотя нет, не скоро. Там же только один скин-контейнер у нас в Танкофонда дадут. Поэтому, ну, потихонечку, быть может, там что-то, что-то скины мне на основе будут падать. Как-то так, друзья. Пишите, что вам падало с этих замечательных скин-контейнеров. Пишите также, что вы думаете по поводу открытия обычных и ультра-контов. Что вам дропает за последнее время. Поддерживайте видос лайком. Двух соточка, как я сказал, набирается. И мы сразу вместе с вами открываем ультра-контейнеры. Ультра-контейнеры у нас в сумме будет где-то около 70 штук. То есть, здесь у меня 18-ка. И плюс на основе у меня больше 50. То есть, там 33 еще не состаренных. И там более 20 состаренных. Поэтому поддерживайте обязательно видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и также, конечно же, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный текст создателя контента, это текст Тимп. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и 20 тысяч танкоинов. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.